Мы, по сути, открываем второй фронт спасения Днепрян, здесь, в больнице Мечникова, в историческом корпусе. Есть огромная необходимость. Сегодня только у нас около 100 человек просятся на лечение. Этот корпус рассчитан на 150 пациентов. Мы надеемся, что именно в нем будут лежать пациенты средней тяжести. Здесь оборудовано кислородными концентраторами. Несколько отделений, которые поэтапно будут загружаться. Старый хирургический корпус рассчитан на 90 пациентов. В настоящее время в нем находится больше 100. Очень тяжело в костюме, потому что жарко, плохо слышно, и тебя плохо слышно. Приходится громко разговаривать. Очки, щиток затрудняют видимость. Еще вопрос перегревания организма. Когда ты находишься больше 6 часов, предположенных 4, на одного врача положено 20 пациентов, то когда в смене 2 врача и 80 пациентов, вы понимаете, какая это колоссальная нагрузка, плюс выписанные, плюс поступившие, поступают иногда по 15-20 человек в сутки. То есть движение пациентов очень большое. Нужно уделять внимание сложным пациентам, они требуют повышенного внимания, нужно повышенный контроль за витальными функциями организма, чтобы не упустить тот момент, когда человек ухудшился, и ему понадобится интенсивная, более интенсивная терапия. То есть много всяких служб. Помогать днепрянам вызвали все врачи всех специальностей. Здесь и врачи-пульмонологи, и врачи-гастроэнтерологи, и ревматологи. Все те, кто сегодня добровольно пришли спасать самых тяжелых днепрян. И те, кто поступать будет прямо, по сути, с трамвайной остановки к нам в больницу Мечникова. Все эти врачи прошли курсы дополнительные. И под контролем пульмонологов, которые знают, как лечить пневмонии, сделают все возможное во имя спасения каждого днепровца, который поступит сюда.